дорогие друзья всем привет на картинке это не я это андрей канал у него называется чиптюнинг манчегорск значит он по моей просьбе показал как работать с китагом и с блоком bosch edc16c39 почему по моей просьбе потому что мне было это делать очень так лень и у меня не было под рукой блока тот блок который был я его уже превратил в свой стенд для проверки китагов кесов мппс of del5 и всего чего только можно вот я из него собрал такой проверочный стенд поэтому я разобрать его обратно не могу и показать как он шьется тем более там была оторвана бдм площадка то есть он был чисто уже на запчасти такой блок вот поэтому попросил снять в общем то он справился молодец но к этому видео у меня будут уточнения так скажем то есть все замечательно все прекрасно но так как в комментариях я еще почитал комментарии многие пишут что ой как все просто на самом деле но я так заметил что вы не понимаете немножко основу просто жмете вот кнопочки не понимая в принципе что происходит не понимаю зачем это все происходит поэтому сейчас будет длинное такое видео ну не очень длинная конечно не как пару в универе но все-таки я постараюсь подробнее рассказать о тех моментах которые андрей упустил либо скажем не да но недостаточно подробно раскрыл то есть смотрите вот эти два ролика вот первый смотрите вот этот ролик от андрея 2 уже после этого мой ролик смотрите да а ну да естественно наверно если вы не знаете этот канал чип тюнинг мончегорск значит ссылочку ссылочку дам в описании либо просто вот так набирайте вот такое название ну вот вот ссылочка вверху есть то есть я ее оставлю в описании ладно поехали и так в работе электронный блок управления двигателем еда c16 c39 от автомобиля fiat ducato подключен на столе к тагам в данный момент происходит чтение и так вот чтение уже у меня заканчивается а ну еще и пром и пром сейчас прочитает вот я покажу что такое сохранить файлы отдельно что такое сохранить файлы не отдельно что в этом случае происходит после завершения чтения программа нам предоставляет возможность выбрать имя файла вот у меня уже считанные этот блок и dc16 и я нажимал сохранить раздельно и он не сохранил три файла о которых мы попозже поговорим здесь есть еще один считанный блок в этой же папке и тоже сохранено три файла сейчас я просто нажимает c16 и подпишу что это 2 то есть второй вариант то есть вот теперь он спрашивает после того как я уже ввел название теперь он спрашивает сохранить ли файлы отдельно вот и я всегда нажимал да абсолютно всегда нажимал да но сейчас нажму нет чтобы показать вообще что будет происходить итак чтение завершено файл сохранен 1 и выходим из программы к так отключаем питание значит и покажу что за файлы итак перешли папочку где у меня хранятся файлы итак поехали значит самое интересное самое нужное всегда это flash файл с расширением файл с то есть это в принципе есть прошивка которая отправляется калибровщику на калибровку то есть она открывается в редакторе там видно карты и все все такое вот откроем например винолся так он мне предлагает посчитать контрольки они делаем дело не в контрольках сейчас это в принципе не имеет никого значения но пробежался по прошивке в таком 2d виде то есть не 3d то есть вот здесь винолс справа видит примерно где лежат карты показывает и отмечает их такими вот областями то есть он видит что это карты 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 калибровок то есть это у прошивка то есть здесь надеюсь все понятно прошивка прошивка все закрываем что же он от меня хочет ладно свернул теперь едем дальше епр это естественно и пром то есть та область где хранится как правило вин код автомобиля уникальные какие-то данные типа код иммобилайзера и другие то есть этот файл очень маленький он весит всего 8 килобайт вообще слово и пром и пром это такой тип памяти он очень маленький использовался всегда для хранения данных но в данный момент технология это не применяется вместо нее сейчас у нас flash технология но микросхемы памяти с очень маленькими с очень маленьким объемом уже просто по привычке называют и промом это уже устоявшиеся такое устоявшийся термин даже если память на самом деле не и промо flash и и все равно ту область где хранятся уникальные данные называют ей промом прежде чем мы рассмотрим самое главное что вот это за файл такой маленький непонятный то есть он весит и не 2 килобайта как обычная прошивка и не 8 как обычные промо что-то между ними такой средний что же это такое и рассмотрим также блок метага 1798 тут есть тоже самое файл вот этот который мы сейчас интересно будем рассматривать тоже файл и промо маленькие 64 килобайта и файл с расширением mpc весом как прошивка то есть mpc это тоже прошивка то есть в EDC 16 называется файл с flash здесь она называется mpc тут в принципе ничего такого нету интересного здесь не надо гадать просто может так называться может так и переходим к этому файлу то есть что это за файл то есть я сохранял когда он спрашивал программа спрашивала сохранить ли файла отдельно я нажимал всегда да она сохранять три файла flash и промо и наконец-то уже скажу что это бэкап на самом деле это бэкап вот а когда я считал полностью бэкап и сказал мне нужен только один файл он мне сохранил вот один файл и это на самом деле бэкап чем же отличается бэкап от флэша и промо бэкап это архив полностью архив всего блока вместе с кодами форсунок вместе коды форсунок хранятся во флэше на самом деле вот вместе с ошибками которые в блоке висят вместе со всем абсолютно то есть это полный бэкап сохраненная копия например он применяется для того чтобы склонировать блок допустим у вас погорела периферия блока какая-то неисправность вы нашли с разборки точно такой же блок и можете просто взять считать бэкап и записать его в точно такой же блок и он полностью скопируется если вы перенесете отдельно и пром и отдельно флэш то к так он у нас не затрагивает области где хранятся например кода форсунок это сделано для удобства тюнинга чтобы чтобы вам не приходилось прописывать кода форсунок заново и промо он всего лишь скажем так хранит там вин код код им а и так далее то есть и промо в принципе никогда обычно не пользуются если не нужно например отключить иммобилайзер то есть поэтому для клонирования блоков мы используем этот файл backup для отключения например имма либо но для прописки ключей да вот там либо отключения совсем либо прописки мы используем файл и промо и флэш мы используем для тюнинга для тюнинга и и так то есть почему же размер этого файла меньше чем флэш и промо вместе взятой как так может быть что полный full копия она меньше что это за магия такая очень часто все путаются что это что-то такое не backup точно то что он не может весить меньше я объясню backup это архив то есть где-то в программе даже было предупреждение что данный файл не открывается никакими редакторами не редактируется его невозможно отредактировать если даже попробовать его да что ж такое он все время спрашивает то есть если его попробовать открыть венолсе он вообще не найдет никаких карт ничего ну попробуем какая разница так 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 чек суммы не надо мне ничего не надо окей не вот видите неизвестная машина неизвестный блок ничего не известно все создан новый проект и все венолс не видит никаких карт вообще то есть просто просто что-то просто что-то ни одной карты он не увидел вот то есть это просто архив с данными заметьте тут нет пустых областей то есть это плотно сжатый плотно сжатый архив где хранится и флэш и промо не поддающийся никакому редактированию вот и все самый главный интересный был вопрос почему а вот же кнопочка волшебная волшебная кнопочка под названием ой все знаете как удобно то есть он вас спрашивает да или нет его такие не знаете что ответить ну да может быть может нет и нажимаете третью кнопку ой все и он короче закрывается и ничего не спрашивает хорошая программа этот венолс вообще мне нравится так серьезно кнопка ой все прям замечательно ну вот ребята надеюсь все понятно теперь почему значит этот файл висит балла зачем он нужен вообще зачем нужен и пром флэш и так все понятно то есть это для тюнинга вот и что будет если нажать кнопочку сохранить отдельно либо сохранить в один файл в один файл вы сохраните только backup поэтому я всегда нажимаю сохранить отдельно потому что он сохраняет сразу и backup и пром и флэш отдельно это касается и всех блоков абсолютно всегда нажимаете в общем сохранить раздельно ладно на этом наверно все сегодня у нас праздник всем счастливо отдохнуть отдыхайте веселитесь гуляйте насчет форум еще да там форум что сейчас не работает не пугайтесь все нормально через через день через два заработает а может если увидел смотрите какой другого числа не как сегодня он уже скорее всего работает все всем пока всем счастливо